В предыдущих сериях мы отправились в путешествие на машине из Москвы на Кавказ по живописной трассе Каспий, доехали до Тамбова, где полюбовались на усадьбу Асеевых, местный Арбат и реку Цна. Еще один марш-бросок и мы в жарком Волгограде. В городе Героя осматриваем руины времен Сталинградской битвы и величественную родину-мать, главную скульптуру восхитившего нас мемориала на Мамаевом кургане. А вот что будет в этой серии. Мы в Калмыкии. Я испытываю легкий трепет, степь до степь кругом. Такие диковатые места. Квартира вообще классная. В 12 я превращаюсь в тыкву. Не знаю, видите ли вы что-нибудь или нет. Здесь красивый вход. Вообще, конечно, очень красивый. Очень. А вдруг подскочила заболеваемость у всех. Когда, когда еще такое солнце можно получить и где? Трава уже вся выжжена. В общем, ребенок замучен, утомлен солнцем. В общем, сейчас здесь тоже все закрыто. То есть это что-то вроде было Олимпийской деревень. Вот это видок открывается. Здесь вроде как такая лесистая зона. Как мы будем пытаться, непонятно. Наводил сплошной. А вот эти самые барабаны. Ну что, друзья, мы покидаем славный город Волгоград. Отправляемся в славный город Элисту. Мы все позднее и позднее выезжаем. То есть с каждым разом все позднее. Но благо ехать нам всего лишь 305 километров. Это пока что самый маленький отрезок, который нам предстоит проехать. Полина, поедем? Да. Последнее впечатление от Волгограда, про который была прошлая серия, это его бесконечность. Мы все ехали и ехали, а он все не заканчивался. Оказалось, что он вытянут вдоль Волги на 85 километров. Это второй город в России по протяженности. Длиннее только Сочи. Все 40 минут, пока ехали, пейзаж за окном был довольно обыденным и ничем не примечательным. Наконец мы куда-то свернули и потом еще раз, оказавшись на дороге, ведущей в Элисту. Так мы попрощались с трассой Каспий, по которой ехали первые дни и которая уходила дальше на Астрахань. Трасса же на Элисту обозначается в разных источниках, либо как та же Р-22, но с припиской подъезд к Элисте, либо как Р-221. При этом также имеет федеральный статус. По пути обратило на себя внимание село Дубовый Овраг, возникшее на месте калмыцкого поселения 18 века, и село Цаца, название которого переводится с калмыцкого как «буддийская часовня». Часовню мы не увидели, зато увидели памятник Катюши. Ну вот, дорогие друзья, мы в Калмыкии. Вы были когда-нибудь в Калмыкии? Я никогда не был. Это буддистская земля, насколько я знаю. Я испытываю легкий трепет, приехав сюда. Мне очень хотелось посмотреть на степи. Я их, конечно же, видел неоднократно в своей жизни, но не бывал уже достаточно давно. Для меня вот эти пространства, в них есть что-то магическое, притягательное. И я сейчас еду и кайфую. Особенно, знаете, потому что, как фотографы говорят, золотой час. То есть очень красивое освещение от заходящего солнца. Буквально последние лучи. И вот можно посмотреть. Степь да степь кругом. Реально куда-то все деревья поисчезали, как по мановению руки. Может быть, конечно, они еще вчера исчезли, когда мы к Волгограду подъезжали, я не знаю. Нет, они закончились вместе с Волгоградом. Хотя вот Аня говорит, что деревья закончились именно вместе с Волгоградом. И после этого был какой-то участок просто убитых каких-то деревень. Ну вот, по моему ощущению, Советский Союз 80-х, 90-х. Да и здесь, если честно, пока что такое же ощущение. Единственное, что дороги неплохие. Не идеальные, но нормальные. Без ям. Все вполне так ничего. Едем, наслаждаемся степными просторами. И завтра будем крутить барабаны. Значит, насчет заправок. Вот в этом-то красивом месте мы остановились. Проводили солнышко. Оно куда-то туда ушло. Значит, заправка без магазина. То есть только касса. Но хотя бы есть лукойл. Потому что до этого, из всего, что более-менее приличное было, было только... было только вот башкирское топливо. Я до этого 20 литров заправил на башкирском топливе. Километров 30-40 назад. И вот здесь вот лукойл. Ну, это мы отъехали. Не знаю, километров 80, наверное, от Волгограда. Ну, в общем, такие диковатые места. Диковатые. Заправок мало. Населенные пункты какие-то все раздолбанные. Вот реально привет в 80-м, 90-м. Как в Казахстане, когда я ездил по степам. Все такое же. И как будто бы ничего не изменилось. Ну, ладненько. Здесь зато хорошо, что на дороге низкий трафик. То есть ехать несложно. Калмыкия – это первая изюминка нашей поездки, так как она сильно отличается от других регионов. Как географически, так и культурно. Впервые за путешествие мы испытали то славное и подзабытое чувство, когда приезжаешь в другую страну. При этом пересекать государственную границу не пришлось. Тем и прекрасна Россия, такая большая и такая разная. А на степь стремительно опустилась ночь. И в очередной раз нам приходится ехать в темноте. Чего я так пытался избежать в этом путешествии. Вдруг в какой-то момент на горизонте среди ничего возникли огни. Это была Элиста. Красивое зрелище. Жаль, что регистратор не может этого передать. Едва въехав в Листу, навигатор сразу ввел нас куда-то в сторону. Оказалось, что это официальная объездная. То есть продолжение федеральной трассы. Хотя так и не скажешь. У нас вот были сомнения. Но оказалось, что все правильно. Это был кратчайший путь до микрорайона, где мы встретились с хозяйкой нашего жилья и забрали ключи. С покупкой продуктов оказалась проблема. Единственным местом, возможно, на весь город, где еще можно было купить продукты, оказался гипермаркет Магнит, который нам также подсказала хозяйка. На картах Яндекса он обозначен как круглосуточный, но работал до 23, возможно, из-за карантина. Закупившись на скорую руку, мы наконец-то доехали до нашего дома. Итак, мы в Элисте, столице Калмыкии. Мы прибыли сюда. Мы прибыли сюда. И отмечаем это пивом калмыцким настоящим. Московская область Клин. Ну, в общем, короче, давайте за приезд. Это самый ранний наш приезд из всех трех. Да, мы садимся есть, но все равно уже практически сколько? По второму. По второму. Сегодня очень важный момент. При возвращении в Элисту время вновь изменилось на московское. То есть минус час. Это нам было на руку, потому что именно за счет этого у нас получился самый ранний приезд. Хотя мы позже всего выехали. По Волгоградскому времени мы выехали в 18.30. 21.50 по калмыцкому времени, по элистинскому. Мы были уже здесь. Нас встретили, передали ключики. Мы приехали на эту квартирку. Наверное, я сниму ее уже завтра вам покажу, если не забуду. Но хочется сказать, что квартиры вообще классные. Тоже лучше всех, пока из всех. Пока что топчик. Да, я говорю, у нас квартирный тур. Мы выбираем. Мы потом выберем квартиру чемпиона. Вот так, что если у вас есть свободные квартиры в некоторых городах... Зовите нас. Зовите нас. Ревизоры приедут. Да. Мы вот пыль вот так вот не проверяем. Мы вот, ну, к совсем мелочам не придираемся. Мы смотрим все объективно. Вот здесь все очень хорошо. Я намешиваю тут пельмешки. Ну, как вы поняли, у нас днем какое-то приличное питание. Утром у нас, как правило, минимальный завтрак, минималистичный. И вечером, ночью, можно так сказать, мы питаемся чем бог послал. Дешираки, пельмени. Ну, потому что готовить совершенно не хочется. И даже не то, что не хочется. Невозможно это просто уже в такое время делать. Вы, конечно, мне извините. Я, может быть, женщина, мать, жена и хозяйка. Но в 12 я превращаюсь в стыку. В общем, что еще хотел сказать. Хотел сказать, что дорога до Элистет Волгограда на 90% очень хорошего качества. Трафик небольшой. Но все-таки есть. То есть на обгоны периодически нужно идти. К сожалению, основную часть красоты всей степной мы уже не увидели. Опустилась ночь, как обычно. Про интернет. Интернет. Ну, на трассах. Частенько бывает H+. То есть не всегда E. В городах, что в Волгограде, что в Листе, везде ЛТЕ. То есть 4G как бы спокойно, достаточно стабильно везде работает. То есть мы изучаем нашу страну на предмет... Ну, то есть в Финляндии, например, знаем, что 4G есть везде даже в лесах. А вот у нас пока что это не так сильно развито, но положительный момент все равно есть. Здорово. Мы отъехали всего тысячи, где-то 200 километров от Москвы. И как меняется и страна. Страна, да, вот меняется. Она меняется и с точки зрения климата. То есть мы уже проехали несколько каких-то разных климатов. То есть сейчас приехали в третью. Каждый день новый климат. Даже в Тамбове, это уже, скажем так, это уже юг относительно Москвы. Там действительно более... Южно-Подмосковье, как мы выяснили. Да. Более теплый климат. В Волгограде сегодня вообще жаришка была. В Листе, так понимаю, еще более жарко. Просто мы приехали вечером. Ну, было тепло на улице 25-24 градуса. Ну, я хочу сказать, что в Волгограде было нормальное, хорошее лето. Такое, как я люблю. Ну, конечно, это жарень, но лето и должно быть таким. Не московский. Очень хочется есть. Да ужасно хочется есть. Помните, я вам говорила про жену блогера? Вот это лишнее подтверждение. На сегодня еще не все, но пока что все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты и все такое прочее. Вы знаете, что делать. Комментарии там. Пойдем. Берлин испугалась шелухи от семечков. Представляете? На небе очередная луна. Звезды есть, но видно их не очень. Возможно, в том числе и из-за луны. Здесь уже размещена наша машинка. А мы идем в темную ночь. Не знаю, видите ли вы что-нибудь или нет. Вот приехали туристы из Москвы и отправились среди ночи гулять по ночной листе. Ну вот, наконец-то, хоть что-то видно. Вот она, мать и дитя. Как красиво. Слушайте, ну вам надо тоже показать. Сейчас покажу. Вот так выглядят ночные улицы листинские. Вышли мы, собственно, ради одного объекта, который идет постоянно во всех топах достопримечательностей и листы. И сейчас я одним мгновением в руки делаю вот так. Вот оно! Золотая обитель. Кого? Я не выучила. Здесь будет подпись. В общем, это архитектурная доминанта города и листы. Если я ничего не напутал, это одна из крупнейших буддийских пагод в Европе. Ну и пришли мы сюда именно сейчас, именно потому, что очень красивая подсветка. Конечно же, завтра днем мы бы уже уехали, и такой красоты бы не увидели. И, в общем-то, это первый какой-то ночной объект в нашем путешествии. Здесь красивый вход. Но вот он, к сожалению, не подсвечен. И оценить всю его красоту невозможно. Рядом располагаются пагоды поменьше. Их 17 или 18. Но, к сожалению, вот сказано, что центральный хурул Калмыкии переходит на дистанционный режим работы. Это барабаны, которые нужно крутить, насколько я знаю. В качестве одного из элементов молитвы. К сожалению, мы не сможем этого сделать. Ни сегодня, ни завтра. Вообще, конечно, очень красиво. Очень. Не могу оторваться. Полина тоже. Полина, домой пойдем? Да. Все, домой. Полина сказала домой. Идем спать? Нет. А что будем дома делать? Скажи, какие слова я еще не знаю. Ой, смотри, так гораздо лучше видно. Так даже можно подсветить. Аня утверждает, что это Марс. Потому что он красноватый. Ну, все может быть. Может быть, так оно и есть. Очень здорово на улице. Очень тихо. Тепло. Безветренно. Очень спокойно. Мы слушаем сверчков. И мы слушаем сверчков. Все. Полина говорит, спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. 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 Всем привет из Калмыкии. Привет. Сегодня 10 августа. Утро. Понедельник. Новая рабочая неделя. И новая неделя нашего прекрасного трипа. И сегодня мы отправляемся в новую локацию. И одну из главных целей всей этой поездки, ради чего все это было придумано, на Северный Кавказ. В город Кисловодск. Кавказские минеральные воды. Курортный регион. Всем хорошо известный. Мы сейчас собираемся, завтракаем и отправляемся. А я, как и обещал, показываю вам квартиру. А ты пока собираешься. Да. Итак, квартира. Раз я уж нахожусь здесь, как я вчера вам сказал, это топчик. Топчик среди всех квартир, в которых мы пока что побывали. Она пока что самая лучшая. Самая новая, самая аккуратная, самая чистенькая. Ну, безусловно, лучше. Итак, это у нас гостиная. Здесь есть диван. Большая двуспальная кровать. Реально удобная. Поле не дастся врать. Спала здесь как убита. Но Поле у нас сейчас хорошо очень спит. Мы ее уже так ухайдокиваем, что все у нас как надо. Есть телевизор, часы, полочка. Важный момент, что здесь есть кондиционер, потому что в листе жарко, но мы пока что проблем не испытывали. Широкое большое окно, из которого виден храм. Это, между прочим, центральный буддийский храм Калмыкии. И листы, соответственно. Это прихожая. Здесь нечего рассказывать. Прихожая большая, светлая, крючки, домофончик. Все как есть, все есть. Все как надо, все есть. Это санузел. Он тоже большой, чистый, светлый, уютный. Единственный небольшой минус, что нету держателя для душа. Его приходится держать в руках. Может быть, когда-то это будет тоже доделано. Я тоже хочу внести свою лепту с точки зрения женщины и показать вообще, ну вообще любого, наверное, человека превышен к комфорту. Во-первых, есть здесь шампуни, гели для душа. Все очень прилично. То есть не купленные какие-то дешевые, лишь бы стояло, а очень даже ничего. И что мне еще очень понравилось и прям даже удивило, такой наборчик, всякие тут спонжики, палочки для ватной и вот мицеллярная водичка даже есть. То есть понятно, что не всем она подойдет и не всем это надо, но вообще, если вот мало ли, какая ситуация, надо быстро протереть на лицо, вот пожалуйста. В общем, тебе понравилось? Мне очень понравилось, потому что очень аккуратно. По сравнению со вчерашней нашей квартирой, там, где было страшно тронуть ящик на кухне, не то, что его отодвинуть. Ну, то есть я брезгливая, а здесь вообще все идеально. Здесь я вообще просто кайфанула, потому что дышится полной грудью. И не только потому, что это новое, а потому что это еще чистое. Это, наверное, в первую очередь. Может быть, не очень. Ну, я думаю, что оно во многом чистое, потому что новое. Ну, если не убирать новое, то оно быстро станет старым. Это кухня. Еще одна прекрасная, светлая, широкая, квадратная. Ну, не знаю, какие еще аппетиты подобрать. В общем, хорошая, замечательная кухня. И, что очень важно, здесь стоит новая микроволновка. В предыдущих квартирах, в которых мы были, стояли старые, замызганные, страшные микроволновки, к которым страшно подходить. Здесь все новенькое. Прямо видно, что она даже блестит. Ну, и последний объект. Это лоджия. Как сказала мне Аня, что это не балкон, встроенный в дом, а лоджия. И я с ней полностью согласен. Лоджия очень широкая. Здесь выход на урок, на улицу Клыково. Немножко шумно, но терпимо. Важный момент, что в Листе сейчас, ну, как во всей Калмыкии, не очень хорошая педагогическая ситуация. И практически все закрыто. Например, в храм мы попасть не можем. Он закрыт, так что барабаны мы, к сожалению, не покрутим. И буквально с 5 августа, когда глава региона, собственно, заболел сам, вдруг подскочила заболеваемость у всех. То есть общая статистика вдруг резко выросла по заболеваемости. И как быть с питанием, мы хотели попробовать калмыцкую кухню, нам здесь рекомендовали. Но пока тоже не знаем, открыто ли здесь что-нибудь, будет ли что-то работать или только на вынос, на заказ. С этим пока тоже не очень понятно. В общем, будем смотреть по ситуации. Ну, а мы еще раз смотрим на храм. И я хочу сказать, что сегодня расчехлил Федора, Федя нашего, дрончик. Впервые за долгое время. И хотя первый полет прошел, как говорится, блинскомом, первый блинскомом, потому что были некоторые технические неполадки, и не все у меня получилось существить из задуманного, но все-таки немножечко мне удалось его для вас снять. Так что смотрите, храм Золотая обитель. Вне сомнений, Золотая обитель Будды Шакьямуни самое красивое сооружение в Элисте, а может быть и во всей Калмыкии. Построенная в 2005 году на месте завода железобетонных изделий по благословению самого Далай-Ламы, обитель вместила внутри самую большую статую Будды в Европе высотой 9 метров. Вообще, почти все сегодняшние достопримечательности Элисты, которые мы с вами увидим далее, возникли во второй половине 90-х и нулевых годах. Похоже, что до того времени в городе вообще не на что было посмотреть. Что касается обители, нас ожидало разочарование. Она оказалась закрыта на карантин, и моя мечта покрутить барабаны оказалась под угрозой. 13-37. Это наш рекордно поздний выход из дома. Ну, Аня мне что сказала? Не парься и наслаждайся. Вот. А это дворик. Это новый дом. Кстати, вот его здесь несколько лет назад еще не было. В нем, соответственно, была квартира. Мы здесь припарковались, хотя мест не так много, но, если что, можно... Есть еще закуток такой вот, то есть можно здесь еще припарковаться. жарище вообще страшное. 29. 29? По ощущениям гораздо больше. Я сама ощущаю, как будто 32. Но мне нравится, я прям греюсь, я греюсь, потому что когда, когда еще такое солнце можно получить и где? Ну что, друзья, давайте прокатимся в Пыль-Лестей и посмотрим местные достопримечательности. Давайте за нами. И с нами. Да. Полина, поедем путешествовать? Да. Леста – город Степной. и прямо в городе мы это видим. Трава уже вся выжжена, но не мудрено на таком солнце. Песок, пыль. Она не просто выжжена, ее практически здесь нет. А мы приехали к одной из современных достопримечательностей города. Расположена неподалеку от улицы Никиты Сергеевича Хрущева. Кстати, напишите в комментариях, в каких еще городах вы встречали улицу Хрущева. Здесь прямо есть деревца, цветочки растут, зеленая зелень. Вау! Вот кому мы пришли. Мы пришли к Костапу Ибрагимовичу. Он же Ибрагимович был? Я не смотрел. Не знаю его . 12 стульев. В общем, ребенок замучен, утомлен солнцем. Ну, все. Все. Поля, ну тогда скажи Остапу Ибрагимовичу пока. Скажи пока. 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 Ну, все, Остап, пока. Едем дальше. Буквально рядом с памятником великому комбинатору находится довольно необычный объект. Город шахмат или сити Чес. Он был построен в 97-98 годах к 33-й шахматной олимпиаде. В то время президентом Фиде был президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. И я полагаю, не без влияния этого фактора олимпиаду провели в листе. Ну, к слову, именно за годы правления Илюмжинова были созданы почти все современные достопримечательности. Ну, а это сити Чес. Город шахмат. В общем, сейчас здесь тоже все закрыто. даже не выходя из автомобиля снимаю, что здесь есть. Это, я так понимаю, какое-то центральное здание. А, это дворец шахмат, вот как это называется. Вспомнил. Кругом расставлены различные схемки. Тут вот видно Далай-Лама что-то там говорит. Наверное, благословляет шахматный город. И все, что сзади и вокруг, это все частные жилые дома. То есть, это что-то вроде было олимпийской деревни, насколько я понимаю, да? Ну, может быть, когда строили к чемпионату мира, да, по шахматам? Всемирной олимпиаде. Всемирной олимпиаде. Может быть, надо почитать. Сейчас я прочитала, что тут в основном большая часть частные жилые дома. Ну, а сам городок произвел немного странное впечатление. Сейчас он представляет собой в первую очередь именно жилой район с небольшой плотностью населения. Что-то вроде элитного ЖК. По крайней мере, таковым он должно быть задумывался при строительстве. Такие жилые массивы, района, кварталы. И тут степные холмы. Вот это видок открывается. Зима здесь, наверное, очень холодно. Так же, как летом, очень жарко. люди сидят дома, а из-за карантина никакие мероприятия не проводятся. Даже частный детский сад закрыт. Вот и появляется ощущение, что жизни тут нет. И чувствуется какая-то бедшалость, словно в городке ничего не делали с самой постройки. Но в целом место, безусловно, выделяется на общем фоне листы, так что заехать сюда стоит. Музей кочевых народов. Где? А вон там юрты какие-то стоят, да. О, смотрите, там отель Марко Поло, четырехзвездочный. Интересно, он вообще работает. Машины там стоят, кстати. А вот это, наверное, тот самый музей кочевых народов. И здесь ходят рейсовые автобусы. Ну, в общем-то, все просить сейчас. Едем дальше. Вообще, Калмыкия действительно уникальна. Во всей Европе это единственный регион, где распространен буддизм. В конце 16 века исповедовать поначали предки калмыков айраты, жившие в Джунгарии. В 17 веке они перекочевали в степь между Волгой и Доном и стали называться калмыками. В России, помимо калмыкии, буддизм распространен еще в Тыле, Бурятии, на Алтае и в Забайкальском крае, но все эти регионы находятся довольно далеко. В советское время религия, как и сами калмыкии, подвергались гонениям. И лишь начиная с 90-х годов в республике началась реставрация буддизма. Кстати, зимы вылезти короткие и малоснежные и не такие уж и морозные. Средняя температура в самом холодном месяце в феврале около минус 4 градусов. Танец. Скульптура Ямана Катамаки. 1997 год. Это, наверное, тоже готовились к Всемирной Шахматной Олимпиаде. Это вот к вопросу о том, что за фигурки были расставлены. И они расставлены по всему городу. То есть мы их неоднократно видели. А сзади этой фигурки вот вы уже можете видеть откроются золотые ворота. По-моему, так это называется. Здесь вроде как такая лесистая зона. Можно пройтись, погулять. Хвойная даже. Елочки. Очень интересное ощущение выжженной земли, сухой травы, ее почти отсутствие. Но деревья так еще держатся. Да, в городе ничего не поешь, все ресторанчики закрыты. Как мы будем питаться, непонятно. это центральная прогулочная улица. Симпатично. Белый старец властелин мира, покровитель всего живого на земле. Белый старец добудийское мифологическое божество, почитаемый калмыками как всенародный покровитель. Считается хранителем семейного благополучия, богатства и изобилия. По легенде он родился стариком в наказание за то, что его мать отказалась подать воды Бурхану, иными словами Будде. Функции белого старца входит также наказывать людей за грехи. И вот что интересно, пока я крутился вокруг его фигуры, у моего фотоаппарата похоже накрылась матрица, и он стал снимать полностью черные кадры, так и не поправившись до конца путешествия. Вот я и думаю, то ли дело в возрасте аппарата, которому уже 13 лет, то ли белый старец за что-то на меня прогневался. Прямо даже жутко стало от этой мистики. По буддийской традиции здесь все увешано ленточками, флажками, мостик. Через что? Просто через овраг, видимо. Хотя нет, вы представляете, это ручей. Здесь даже есть замочки. Мне кажется, их все просто поснимали. Может, их было больше? Может, несколько еще висят. Вот и ручей. В общем, Полина у нас заснула, поэтому мы с Аней ходим смотреть на эти достопримечательности по очереди. А вот эти самые барабаны. Все-таки, значит, можно будет покрутить. Так вот, наверное, да? Идти. Один, другой, третий. Ну, здесь симпатичный. Конечно же, это все новодел. Ну, когда-то же должно все появляться, если раньше ничего не было. скамеечки. Такие прикольные. Аж фонарики сделаны в буддийском степе. Пагода тоже закрыта. Можно посмотреть только снаружи. Пагода Семи Дней построена открыто в 2005 году, тогда же, когда и Золотая Обитель. Является доминантой площади Ленина, как часто бывает в российских городах, являя собой пример несочетаемых смыслов. Ленин и Пагода. Название Пагоды связано с семью буддами, пришедшими в наш мир и символизирует переход из сансары в Нирвану после прохождения семи циклов или семи дней. Нирвану же символизирует остроконечный шпиль. Ну вот, друзья, побывали мы в Калмыкии, в Элисте. Городок, конечно же, интересный, но явно здесь все новое. Новодел сплошной. При этом город аккуратный, чистенький, кстати говоря. То есть, такого откровенного мусора на улицах практически нет. Ну, а мы на этом завершаем пребывание в Калмыкии. Точнее, в Элисте пока что. Сейчас попробуем найти все-таки что-нибудь перекусить. и продолжаем наше движение на юг. Нас ждет в Кисловодск. Но последняя наша миссия в Элисте была поесть. Не найдя открытых заведений общепита в центре, едем по наводке хозяйки нашей квартиры в кафе Калмыцкой кухни, затерянной где-то глубоко во дворах шестого микрорайона. Итак, мы приехали в кафе Ойрад. Это Калмыцкая кухня. Вчерашняя хозяйка дала нам их номер телефона с возможностью еды на заказ. Так как мы ничего больше не нашли открытого и вообще непонятно, что как работает. В общем, мы приехали сюда по их физическому адресу. Я заглянул туда, там все работает. Сейчас попытаемся там перекусить. Вот так это кафе выглядит внутри. Здесь кормят. Кормят вкусно, надеюсь. Мы, правда, только сели. Но Полина вроде бы есть с удовольствием. Да, видите, как рот открывает. Значит, что мы взяли? Так, это что ты говоришь калмынская лепешка? Это махан. Это суп такой. Значит, картошка и лук по вкусу добавляется. Нам насыплю души. И вот это баранье ребрышки, я не знаю, да, наверное? Что это? Да, да, наверное. Мясо, в общем, на косточке. Это, я затрудняюсь так сказать, как это называется, но будет подпись. В общем, макароны с мясом. Это береги или береги? Береги. Береги, наверное. Береги. Вене на йо. Это сметана. Ну, и чай. И все это нам обошлось 598 рублей. А ты сама попробовала пока что? Я кусочек маленький вот этих привыкшек. В общем, приятного аппетита. В конце расскажем, как все это было. И хозяйке спасибо, потому что еще со вчерашнего дня мы уже знали об этом заведении. Забыл сказать, что эти береги или береги. Мне кажется, береги. Это типа пельменей. Но Полина ест с удовольствием. теплый медоскоп в мед Ну что, друзья, мы перекусили в этой калмыцкой кухне, оказалось все неплохо, я не могу сказать, что прям восторг-восторг, но супчик мне точно понравился, никакой он там не супер жирный, съел с удовольствием. Макароны, ну, как бы обычные макароны, пельмени, кстати, были вкусные, вот эти береги, 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 мне кажется, вот так вот надо говорить. Аня считает, что береги, я считаю, что береги, в общем, береги. Кто знает, напишите. Кто знает, напишите в комментариях. Комментарии пишутся там, а лайки тоже там ставятся. И подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, потому что все самое интересное еще впереди. Мы едем на Северный Кавказ. Впервые мы окажемся в Ставропольском крае. Ну, в принципе, мы в Калмыкии были впервые, в Волгоградской области мы были впервые, и в Тамбовской области мы были впервые. У нас пока что все впервые, да? Аня, кстати, сказала, что она не смогла насладиться вкусом еды, потому что вот это маленькое чудовище, которое сейчас типа такое, ой-ой-ой, я такая ангел, ангел, во плоти, я мандаринчики. Оно, конечно, это чудовище иногда выматывает и вымораживает маму, потому что устроила там очередной псих на ровном месте, без ничего. Но это такая судьба у нас. Такое, получается, детское путешествие, уж извините, что мы на этом постоянно акцентируем внимание, но это важно. Как путешествовать с двух, почти половинолетним ребенком? Истеричным. Еще истеричным и плохо управляемым. В общем, это очень интересно, и у нас это отнимает где-то 40% сил, как минимум, поэтому все немножко дольше, сложнее. Но мы смотрим оптимистически на все. Все равно мы отдыхаем, ночью спим, когда остальное время мы постоянно в некотором напряжении находимся. Но сама по себе смена обстановки – это уже отдых, как известно. Поэтому это все хорошо, и мы так давно не были в путешествиях. Все равно дорога и все прочее – это наслаждение. А главное, когда все закончится, и с памяти все плохое, это все равно уйдет. Останется только хорошее, только воспоминания о прекрасном отдыхе. Итак, мы едем в Ставропольский край, и я не знаю, пустят ли нас туда. Точнее, нас туда точно пустят. Но в Ставропольском крае сохраняются требования об обязательной 14-дневной самоизоляции граждан, прибывающих из других регионов, неблагополучных, с точки зрения вируса. Поэтому мы не знаем, как мы там, выселят нас оттуда или что, потому что, конечно же, эту изоляцию мы соблюдать не собираемся. Ну все, жди нас, Ставрополье, жди нас, Кавказ. Вперед! Скажи, ИХА!